В скользкой тропинке она взглянула на дом. А папа у них работал шофером. У него был свой грузовик, и он частенько уезжал. Поэтому маме пришлось таскать воду самой. Айка. Айка. Ну, конечно, все восемь детей и бабушка стоят и смотрят на нее. Они думают, что у меня ничего не получится. Надо сделать вид, что я их замечаю, сказала себе мама. И посмотрела на нету. Как раз это в воде и не следовало делать, потому что когда несешь воду, надо перейти под ноги. А не считать водой в небе. Мама поскользнулась и упала. Мама поскользнулась и упала. Потому что когда несешь воду, надо смотреть под ноги. Все правильно. Продолжай. Кто в бабушках, кто в босиком, в воде и в носках. Нет, нет, нет. Так что мама, сейчас идите домой. Раби. Ну, дети не хотели уходить. Они пытались помочь маме подняться и тянули ее в разные стороны. В первой опомнилась бабушка. Санки быстрее. Кликнула она. Наконец, мама оказалась на кухне и опустилась на стул. Она волновалась, как бы дети не простудились. Разотлитесь полотенцами. Наденься сухие чулки. 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 Ни слова пока не одените. Командовала мама. А чулки это что такое? Чулки, ты знаешь, что такое колготки? А. Носки. Надевают на ноги, чтобы тепло было. Такие облегающие, обтягивающие, как штанишки. Тоненькие. На ноги одевают, когда холодно. Даже не знаю, как сказать. Я поняла. Спасибо. Поняла, да? Да. Мамы, они всегда переживают, да? Когда дети недостаточно тепло одеты. Продолжай. Наконец, дети выстроились перед мамой. Перед мамой. Младшие плакали, потому что мама была белая, как снег. И нога у неё сильно распухла. Старшие думали, что же им теперь делать. Мадс побежал до доктора. Мадс – это имя мальчика, да? Немного для нас непривычные имена, потому что дело происходит в Норвегии. Продолжай. Доктор осмотрел мамину ногу и сказал, перелома к са... А где мама? Перелома к счастью. К счастью. К счастью, Рабиа, так говорят, когда что-то хорошее. К счастью, да? К счастью. Перелома к счастью нет. Она... Она вы... Это? Это вывих, но сильный. Две недели... Две недели вам нельзя ходить. Нога должна быть в полном... А я учусь. А вы здесь хорошенько ухаживайте за мамой. Хорошо. Спасибо, Вера. Теперь, когда мама заболела, хозяйством пришлось заниматься бабушкой и детям. Что мы будем делать с водой? Вдохнула мама. Вода... Вода... Вода эта... Усть пеки, заявила бабушка. Она схватила ведра и отправилась в колодце. Дети, бегите за бабушкой и помогите ей, приказала мама. Когда бабушка нагнулась над колодцем, вытаскивая ведро, Марина обхватил ее за талию. Мартин ухватился за Марину. Марта за Мартин. Мартин за Мартин. Мона за Мартин. Миля за Мону. Мина за Миля. Мортин за Мину. А самоварная труба ухватила Мартина за Станину. Вера, тебе ничего не напоминает вот эта история? Там речка. Там, где речку доставали. Репку тащили, да? Детка за репку, бабка за детку. Молодец. Даня, продолжай, пожалуйста. С помощью детей бабушка легко вытащила из колодца первое ведро, а за ним и второе. Потом они поставили обе ведра на сани. И без труда повезли воду до дома. Потом бабушка варила огромный котел каши, и все были очень довольны. Вечером бабушка села Я садь под шею не пришли спать. Вась, мама читала. Я ей кулетку. Погнал читать. Ребята, у меня большая просьба. Кто не читает, пожалуйста, выключайте микрофон. И читающим очень тяжело. Хорошо? А кто сейчас читает у нас, извините? Анна. Нет, кто читает? Как зовут? Я запишу просто в очередь. Анна читает. Анна читает. Хорошо, извините, извините. А просто еще Стефан хотел почитать. Читаем. Стефан здесь, я его тоже запишу. Хорошо, продолжай. Вечером бабушка села вязать. Где мы остановились? Что не так уж плохо вывыкнуть иногда ногу. Давно маме не удавалось почитать, да? И вот, наконец, у нее появилась такая возможность. Потому что она была вынуждена две недели лежать без движения. И мама подумала, не так уж плохо иногда вывихнуть ногу. Ну, это, конечно же, шутка. Продолжай. Вдруг самоварная труба забеспокоилась. Она тихонько и зная, как бунт, то сказала, будьте осторожны. Молодец, будьте осторожны. Дальше у нас давайте продолжит Стефан. Стефан, ты здесь? Мама подняла голову от книги. Бабушка, по-моему, кто-то ходит в округ дома? Мама, ты не забыла запереть дверь? Ты не забыла запереть дверь? Стревоженно спрашивает мама, да? Вопрос. Продолжай. Как раз нету дома? Дверь заперта, невольноща, а для верности я и стол к двери придвинул. Стол к двери придвинул, чтобы зафиксировать дверь, чтобы снаружи никто не смог войти. Вот какая бабушка изобретательная. Продолжай. Мартин, ты еще не лег? Нет, никто не спит. Идите все сюда. У нас будет военный совет. Шепотом. 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 Тихо-тихо. Распорядилась бабушка. Молодец. Ты очень стараешься. Спасибо. Кристина дальше. На лестнице появились Милли, Монна и Мортин. Все прислушались. Были слышны не только шаги, но и голоса. Сомнений не было. По двору кто-то ходил. Представляете, как страшно. В лесу. Домик в лесу. Одинокий домик. И кто-то ходит. И папы, как назло, нет дома. Продолжай. Вот беда их. Оказывается, двое. Вздохнула бабушка. Бабушка, ты боишься? Спросила Марин. Боюсь. Бабушка на очень удивилась. Да, это самое интересное, что случилось с тех пор, как мы приехали сюда из города. Спасибо. Продолжает Вера. Как жалко, что мы живем не в городе. Постучали бы там с соседем и Хенрик Хульдой, сразу бы прибежали к нам на помощь, сказала Милли. Мы без них не пропадем, гордо заедила бабушка. Да, с такой бабушкой и в лесу не страшно жить. В дверь постучали. Бабушка приложила палец к губам. Давайте еще послушаем. В лес за ней все повторили ее жест. Мона зажала пальцем самоварной трусе, чтобы та не заваяла. Угу. Да, Аня. Сейчас мы на дверь пристроим ведро с водой. Как раз спорядилась бабушка. Если разбойники откроют дверь, оно... Откро... Апрокинется. Апрокинется на них. Вот здорово. Зас... Зас... Мы... Я... Засмеялся... В двери снова постучали, все замерли. Я придумал, сказала бабушка, я пойду на чердак и буду из зубы рожать привидения. Не пугайтесь. Извините. Все, куда-то я убежала. Вот, извини, пожалуйста, в самом интересном месте рука дробнула. Я пойду на чердак и буду изображать привидения. Не пугайтесь, если услышите страшное заваливание. Вскоре в окне чердака загорелось синеватый свет. И послышался протяжный жалобный вой. За дверью стало совершенно, но тихо. Вот жуть, представляете? Бабушка спустилась вниз. Ну, как хорошо. Я вылаз за дверью. Раздался голос. Если кто дома принимает гостей, принимает гостей. Есть кто дома? Принимайте гостей. Айка. Бабушка. Бабушка отворила дверь. Тут произошло то, на что бабушка не рассчитывала. Ветро с водой обракинулось ей на голову. А за дверью остались звуками Хенрик и Хенрида. Мы подумали, что вам надо замочь. Пока папы нет дома, нас проводил Хенрик. А это всего лишь были их соседи, которые пришли к ним на помощь. Раби. Ну, страшнее всего это привидение на чердаке. Мне еще никогда в жизни не было так страшно. Призналась Хюльда. Хюльда. Бабушка просияла. Я очень рада, что она была страшная. Что оно было такое страшное. Смотрите, какое хитрое лицо у бабушки. Продолжай. Хюльдак вытащила из сумки пирожные. 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 Бабушка сварила кофе и все уселись за стол. В этот вечер в домике в лесу долго никто не ложился спать. Какой уж тут сон после такого, да, жеребят? Конец. Понравилась вам эта веселая история? Почти. Никто не читал эту книжку? Это целая серия книг о папе, маме и восьми детях. Я читал только первую книгу. Мама, я читала. Очень интересная книга. Я вам советую. Она даже в электронном виде есть на сайте РГДБ. Это главная библиотека России. Можно ее там почитать совершенно бесплатно. Как же вы? Ребят, не устали? Хотите еще? Да. У меня есть история про эту же семью. Мы вот, наверное, их сейчас почитаем. Мы успеем, наверное, только одну историю еще прочитать. Сейчас тогда открываю. У меня вопрос. Да? А почему называется, что бабушка воюет с разбойниками, если никаких разбойников не было? Бабушке показалось, что были разбойники. Представляете, в темном лесу. Ночью кто-то ходит вокруг дома. Да еще не один, а двое. А ведь они никого не ждали. Но она не воевала, бабушка не воевала. Ну как же. А ведро повесила, приготовилась сражаться. Даже военный совет собрала. Ну вот такая история. Наоборот, хорошо, что не пришлось воевать. Так, сейчас запускаем вторую историю. Очередность сохраняется та же. Новых нет желающих? Тимур присоединяется. Тимур присоединяется. Кристина, ты у нас уже в списке. Анна. Титаренко Анна. Анна тоже в списке. Титаренко. Титаренко. Фамилия Титаренко. Титаренко? Да. Ну хорошо. Тогда с тебя и начнем. Готова? Да. Можно спросить? Да, слушай. Маленький. Подожди, вопрос у нас. Раби, а ты говоришь? В этом диафильме я тоже читала. И в этом диафильме тоже? Все будут, кто хочет, все будут читать. Хорошо. Я никогда эту книгу не читала, если честно. Я эти скотки никогда не читала. Вот смотрите, эти диафильмы по мотивам книги. Это маленькие-маленькие кусочки из книги. А книга большая, да еще не из одной части состоит. И вся вот полна таких вот небольших рассказов о приключениях этой замечательной семьи. Там они и в Данию путешествуют. И когда они в квартире в городе жили. И как они переезжали. Очень интересная история. Всем советую почитать. Давай. Анна начинает. Название книги. Истории. Маленькие подальки. Анна Тонна. Только смотри, вот на русский манер Антона, а на норвежский Антона. Мы будем читать на норвежский манер. Я не умею, потому что я говорю только на русском. Ну вот смотри, небольшое отличие. Маленький подарок Антона. На первое слово ударение, да? Сможешь сказать Антона? Ну, это очень трудно. Ну, попробуй, попробуй. Давай попробуем. Начинай. В лесу окружающих больших городов, в сером домике возле которого растет густая береза. В лесу окружающим большой город, в сером домике возле которого растет густая береза. Продолжай. Живёт семья, состоящая из папы, мамы, бабушки. Папы, мамы, бабушки. Стефан продолжает. И восьми. Восьми. И восьми детей. Самая старшая из детей Марин. Марин. За ней идёт Мартин, потом Марта. Мартин. И самый маленький Мартин. Так. Кристина. А еще с ними живет маленькая темно-коричневая собачка. У нее длинное туловище и короткие ноги. Это такса. Ее зовут самоварная труба. На поляне перед домом стоит красный грузовик. Он тоже живет здесь. На нем работает папа. Вместе с папой грузовик кормит семью. Однажды у них даже этот грузовик украли. Тоже была история. Но об этом не сейчас. Продолжает Тимур. Хорошо. Однажды в доме приехала Костя. Костя. Это была старушка, которая продала свой домик папе, маме и их детям. А сама вместе с мужем переехала в город, в проходную квартиру, где раньше жили папа, мама и дети. Меня к вам большая просьба, сказала старушка. Уступите, пожалуйста, нам на Рождество свой дом. К нам из Америки приехал наш сын Антон. Ему очень хочется отпраздновать Рождество в нашем бывшем доме. Вот, видите, ребят, их сын жил в Америке, как и большинство из вас, да? Вера. Конечно, папа, мама, бабушка и дети с радостью согласились уступить им на время свой дом. Они сели на грузовик и уехали на Рождество к соседям. Ну что за семья добрых людей, да? Кто бы еще так взял и освободил свой дом? Продолжай. Ну вот Рождество прошло, и вся семья вернулась домой. Дети первые спрыгнули с грузовика на землю и начали бегать вокруг дома. Молодец, хорошо. Даня? Когда бабушка вошла в кухню, мама уже готовила ужин. Раз, две, ты была во дворе, удивилась мама. А мне послышалось, что ты возила у себя на коморке. Возишься у себя в коморке? А ты знаешь, что такое коморка? Шкаф? Нет, коморка – это маленькая комнатка. У бабушки была самая маленькая комнатка в доме. Продолжай. Нет, я еще только иду к себе, ответила бабушка. И скрылась в своей комнатке. Но через минуту она высоко вскочила, вскочила обратно в кухню. Что же она там увидела, ребят? Айка, продолжай. Она подбежала к зеркалу и глянула себе в кухню. Ты какая-то странная, сказала мама. Что ты делаешь? Смотрю, уже повернули я, ответила бабушка. Рубь с бабушкой, вдруг в бабушкиной комнате кто-то громко толкнул и раздался. И раздался звук, похожий на мучание. Мама с бабушкой раздверли, кто-то, бабушка, думал, походить на кухню. И остался в бабушкиной комнате. В это время в кухню вошел папа. Но он пришел с улицы, а вовсе не из бабушкиной комнаты. Мама с бабушкой удивленно переглянулись. Неужели мне помещалось, что у меня в комнате кто-то мыл и стал изумить? Изумилась, да, это то же самое, что удивилась. Изумилась бабушка. Сейчас проверим, сказал папа. И направился к бабушкиной комнате. Мама, бабушка и дети бросились за ним. А ты знаешь, кто умеет мычать? Сейчас мы тоже узнаем. Анна продолжает. Анна, ты с нами? Извините, а можно после Анны буду я? Кто говорит? Я Ульяна. Ульяна, ты будешь после Тимура. Хорошо. Давай. Анна, ты здесь? Тогда Стефан. А можно я тебя что-то спрошу, а когда я буду? Кто говорит? Мария. Наталья Павленко. А ты не записывалась. Давай я тебя запишу за Ульяной. Хорошо. Хорошо. Мария, да? Да. Стефан, ты здесь? Здесь. Давай. Нет. Нет. Бабушки не померещилось у нее в комнате. В ней стояло нечто похожее на огромный ящик. А в нем мирно живало сено. Настоящее живая корова. Настоящая живая корова. Представляете, ребята? Прямо посреди комнаты. Продолжай, пожалуйста. На шее у коровы висела записка. На шее висела записка. Продолжай. Давай сначала прочтем записку. Большой... Большой... Сложно читать письменные буквы? Да. Давай тогда текст внизу. Можно я попробую? Давай, подожди, сначала текст внизу прочтем. Потом я могу читать. Папа первый опомнился от изумления. Изумления. Изумления, удивления, да? Он подошел к корове, похлопал ее по спине. И снял записку. Вера, прочтешь нам записку? Можно, Кристина? Да. Большой семье маленький подарок от Антона. Я мечтаю подарить эту корову моей матери. Но она... Но она ей теперь не нужна. И я дарю ее вам, Антон. Спасибо. А продолжит у нас Кристина. Бабушка принесла скамеечку в ведро и, усеявшись рядом с коровой, стала ее дарить. Мы назовем тебя Розой, сказала она корове. Куда же мы ее денем? Вдруг воскликнула мама. Не знаю, ответил папа. Летом мы бы живо соуродили ей какой-нибудь хлеб. А строят зимой не под силу. В Норвегии очень холодные зимы, ребят. Кристина, а ты знаешь, что такое хлеб? Это место, где живут коровы. Коровы, овцы, животные, да? Давай еще одну страничку, Кристина. Неужели нам придется от нее отказаться, спросила бабушка, дрогнувшим голосом. Не тревожься, воскликнул папа. Уж раз нам подарили корову, мы постараемся, чтобы ей у нас жилось хорошо. Просто до весны мы будем держать ее в гостиной. Ох и повезло корове с хозяевами. Тимур. Все принялись за дело. Папа с Мартином разобрали ящик и унесли его в гостину. Папа с Мар... А бабушка вывела Розу в кухню. Там ее увидела самоварная труба и страшно заволновалась. Она громко лаяла, бегала и прыгала вокруг коровы. Но тут папа крикнул, что Розина спальня готова. И ее поселили гостиной. Такого красивого хлеба Роза не видела никогда в жизни. На стенах висели картины, а окна были украшены занавесками. Согласитесь, это очень необычная семья, раз они согласны корову держать в гостиной. Так, дальше Ульяна продолжает. Розу поставили в стойло, сооруженную из большого ящика. Она была вполне довольна своим новым домом. Но еще больше была довольна бабушкой. В эту ночь бабушка просыпалась несколько раз. На цепочках выбегала в гостиную и проверяла, стоит ли там Роза. Как выразительно ты читаешь, молодец. Только не на цепочках, а на цыпочках, да? Так, приподняться можно на пальчики, на ногах. И про крас-то еле-еле слышно. Или вовсе не слышно. Вот что значит на цыпочках. Продолжай. Так Роза и жила бы в гостиной. И все было бы прекрасно. Если бы дети вдруг не разлюбили ходить в школу. Дело в том, что для них стало пахнуть хлебом. И в школе с удивлением принюхивались, не понимая, откуда взялся этот запах. Откуда этот ужасный запах? Мария? В один прекрасный день дети заболели. Ничего не понимаю. Сказала мама. У Марьян болит голова, у Мартина горло, у Марты плечо, у Маца колено, у Моны голень, у Мили ступня, а у Мины мизинец на ноге. Папа надел мамин фартук, нацепил на нос бабушкиные очки. Взял в одну руку деревянную ложку, другую алюминеву воронку и начал осматривать больных, выстроившихся перед ним в очередь. Вера? Все вы больны притворством, сказал папа и попросил объяснить, в чем дело. Дети переглянулись и Мартин ответил, от нас так пахнет хлебом, что скоро все узнают, что мы держим розу в гостиной. И засмеют нас. Папа понял, что надо строить хлеб. И не откладывая, принялся за работу. Ему помогали и мама, и бабушка, и дети. Наконец фундамент был готов, и старые деревна, купленные в ручку у соседа-фермера, лежали во дворе возле дома. Пора было начинать собирать хлеб. Умница, Даня! Этот день папа увидел всех. Удивил всех. Удивил всех. Он вдруг схватил свой тромбон. Тромбон. Вот музыкальный инструмент у папы в руках, видите, духовой. Тромбон. И крикнул, что у них сегодня назначена репетиция в духовом оргене. В оркестре. В оркестре шо-хо-ру-вы-бежало за двором. За ворота. За ворота. Дети очень рассердились и решили строить без папы. Они отыскали дерево с... Бревно. Бревно с цифрой 1 и по команде. Раз, два, три. Подняли его и с трудом положили на фундамент. Когда строят из бревен, ребят, бревна всегда нумеруют. В определенном порядке потом укладывают. Айка. Подняв второе бревно, они вдруг слышали кроковую музыку. Все играют в духовой архестре. Все откипелили с тяжелым бревном в руках. Ворота строим в колонне и вошел в духовой архестр. Он остановился перед домом. И стоят и стоят по стройке. Смирно доиграл парк до конца. Рабя. Тогда папа громко сказал. Имею честь представить вам духовой оркестр шоферов. Шоферов. Смотри, где буква Ё, там всегда ударение. Шоферов. Афера в полном составе. Они пришли, чтобы помочь нам построить хлеб для розы. Хлеб. Хлеб для розы. А вы тем временем приготовите бутерброды. Путерброды. 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 Вафли и кофе. Продолжи. Путерброды. 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 Путерброды, Путерброды, Путерброды. Путерброды Хлев рос на глазах, у изумлённых детей не успели сгуститься сумерки. Как он был уже готов. Его украсили маленькой ёлочкой. И все решили, что он очень красив. Анна. Стефан. И снова вынули трубы. Все пошли провожать их. Бабушка шла впереди оркестр. Оркестр. И освещала дорогу. Фонарём. По тому, что в лесу было уже темно. За её спиной гремела. 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 Гремела музыка. И бабушка не могла удержаться. Чтобы не размахивать фонарём в такт марша. Да. Умница. Молодец. Ребят, мы немножко уже задерживаемся. Но дочитаем. Кто сможет, оставайтесь. Дочитаем. Кристина. А это был конец. Вот и всё. Понравилась история? Да. Мне тоже очень нравится эта история. И вообще мне очень нравится, что мы здесь собрались для такого хорошего. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова